Всем известны хлопушки и бенгальские свечи. Радиус опасной зоны у таких изделий полметра. Хлопушки и бенгальские свечи рекомендовано применять все-таки на открытом воздухе. Можно дома, но рекомендуется на открытом воздухе на улице. Перед применением любой фиротехники желательно обязательно прочитать инструкцию по применению, которая находится на упаковке. Значит, хлопушка, радиус опасной зоны, как я говорил, в полметра. Когда вы хлопаете хлопушечку, самое главное, не направлять ее в сторону зрителей, в сторону людей. То есть отходим в сторону руку и резко пьем. Можно попробовать? Вам хлопнуть, пока не важно. Или резче. То есть я поймаю. Но ко второму классу опасности... А, что еще хотел сказать перед этим? Значит, почему я показываю последовательно все эти классы? Первый, второй, третий. Потому что как в непрофессиональной, так и в профессиональной фейерверке существуют ступени, по которым обычно рекомендуют проводить сам фейерверк. То есть от самого малого до самого большого. Вот мы хлопнули эту хлопушку дома, допустим, когда вышли на улицу. Вторым мы можем запустить фонтанчик. Бенгальская свеча, хлопушечка, потом фонтан. Людям самим просто будет интересность это наблюдать по мере возрастания фейерверка. Сейчас мы запустим с вами фонтан. Он относится ко второму классу опасности. Радиус опасной зоны такого изделия 5 метров. К третьему классу опасности у нас появляются изделия более сложные в работе, более интересные, которые требуют более внимательного к ним отношения. Это так называемые ракеты, римские свечи и батареи-салюты. Значит, ракета состоит из двух частей. Верх и нижней части это хвостовая, которая обеспечивает прямой полет в ракете. Прежде чем запускать такое изделие, самое главное выбрать площадку для запроса. То есть обеспечить опасный дом. Радиус опасный дом в этих изделиях 20 метров. Предварительно мы располагаем зрителей в 20 метрах от изделия. Устанавливаем его, снимаем защитный колпачок, вставляем ракету в сугроб, так, чтобы она ходила свободно. Поджигаем и уходим на безопасное расстояние. Он бы поджигал одновременно. Он бы не держал в руке. Он бы не держал в руке. Это римская свеча? Фестивальные шары относятся к третьему классу опасности. Изделие требует аккуратного обращения. Что хотелось бы сказать по поводу именно этого изделия. После каждого выстрела трубочка у нас остается, направляющая. Желательно эту трубочку освободить от несгоревших частей, которые остались от выстрелившего шара. То есть мы берем направляющую трубу, устанавливаем на ровную жесткую поверхность. Перед выбором площадки еще хотел сказать, что когда мы выбираем площадку для запуска, обязательно нужно посмотреть, чтобы рядом в опасной зоне не было ни кустов, ни деревьев, чтобы не было фонарей нависающих. Продолжение следует...